Главное — довести битву до конца. Если вы продержитесь до конца, победа за вами. Если не уйдете, победите. Если не уйдете, победите. Доверьтесь Богу. Он будет вести эту битву вместо вас. Она не будет длиться вечно. Битва за вашу семью, за кого-то из ваших родных, не будет длиться вечно. Бог сотворит все новое. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Во 2 Паралипоменон 21 говорится, «После всего, Мавиатяне и Аммани-тяне, а с ними некоторые из страны, Маоницкой, пошли войною на Иосиафата». Написано, что к Иосиафату пришли сказать то, что он уже знал. Они пришли сказать, «Ты знал, что скоро битва, ты окружен». Вам нравится, когда люди говорят вам то, что вы уже знаете. Вы скажете, «У меня есть глаза, я и так вижу эти проблемы». Да к тому же ты окружен. Враги уже совсем рядом. Они быстро приближаются. Они всего в нескольких километрах. Они приближаются и будут здесь минуты на минуту. В третьем стихе сказано, «И убоялся, убоялся Иосифат, и обратил лице свое взыскать Господа». Есть люди, которые на вас смотрят. Если вы ищете Бога, вы привлечете людей, которые будут делать то же самое. Они пришли из-за всех городов, из всех племен, и последовали за Иосифатом, чтобы взыскать Господа и узнать, как вести эту битву. Если вы согласны, скажите «Аминь». Обнимите соседа и скажите, «Готовься». Скажите, «Ты хорошо выглядишь». «Ты сбросил вес, похудел и прекрасно выглядишь». Как я веду битвы, я приглашаю в эти битвы Бога. Я не хочу вести битвы своими силами. Я хочу, чтобы в эти выходные вы получили откровение и перестали вести битвы своими руками. В пятом стихе, второй паралипоменон сказано, что Иосифат в присутствии других людей решил взыскать лица Господа. Решил спросить Его. Запомните первое, когда у вас битва, Бог не отстраняется. Он не отсутствует. Он может молчать, но Он не отсутствует. Если вы Его не слышите, это не значит, что Его нет рядом. За вас не только Бог. Огромная группа ангелов, верующих и святых, Авраам, Исаак и Аковы, апостолы Павел, Петр и Ам, и Билли Грэм. Все эти люди поддерживают вас. Бог не отстраняется от вашей битвы. Второе, в разгар битвы помните, что Бог хочет вам помочь. Ваше откровение о Боге определит то, как вы будете искать Бога и чего будете просить. У Исафата было понимание. Бог благ, и Он меня любит. Есть люди, которые выросли с убеждением, что в какие-то дни Бог и любит, а в какие-то нет. Это похоже на гадание на ромашке. Любит, не любит, любит. Вы должны быть уверены, что Бог любит вас каждый день. И в самый неудачный день, и когда вы на вершине. Он Бог гор и долин. Он любит вас даже тогда, когда вы запутались и хочет вам помочь. Он может вывести вас из запутанной ситуации. Все, что нужно сделать, перестать самому руководить ситуацией, перестать наносить себе раны и позволить Богу вмешаться. И Исафат просил о помощи. Бог хочет вам помочь. В Псалме 45.2 сказано, «Бог скорый помощник в бедах». Когда у вас есть откровение о том, что Бог любит вас и хочет вам помочь, вы начнете открываться и говорить, «Бог, я готов к твоей помощи». Третье, Бог дал нам все, что необходимо, чтобы одержать победу. У вас есть все, что нужно. Скажите соседу, «У тебя есть все, что нужно». Некоторые люди смотрят на других и говорят, «У них есть то, чего у меня нет. У меня нет таких денег, связей. Я родился совсем в другой семье». Большой успех порой приходит к людям, на пути которых были одни препятствия. Но они поняли следующее. Победа – это работа внутри себя. Вы должны признать, что у вас есть ДНК Бога. У вас мышление Христа. У вас есть Дух Святой. У вас есть имя Бога на вашей стороне армии ангелов. У вас есть все, что нужно, чтобы одержать победу в этой битве. И Бог дал вам все нужное для победы, а также дал вам возможность пригласить Его в ваши проблемы. Бог говорит, «Я дал тебе все необходимое». Когда тебе что-то нужно, призови имя Господа. Четвертое, что нужно помнить в битве. Эта битва не навсегда. Почему люди опускают руки? Они думают, что битва навсегда. Одна из моих любимых строк в Библии – «И было». Вы знаете, что эта фраза встречается в Библии 164 раза. «И было». Почти в каждой книге Библии есть фраза «И было». Слава Богу, что исход был и завершился. Слава Богу, что время Голиафа было и прошло. Слава Богу, что грядущая битва не навсегда. Она не станет вашей вечной проблемой. Она пройдет. Спасибо. Перестаньте думать, что эти битвы будут длиться вечно. И вот, что нужно осознать, поскольку битвы не вечные, а временные, то самое главное для всех нас продержаться до конца. Если вы продержитесь до конца, победа за вами. Если не уйдете, победите. Если не уйдете, победите. Этому учил меня епископ Ти Ди Джейкс. Знаешь, что помогло многим людям победить? Они не сдались. Продолжай доверять Богу, что Он поможет. Когда ты не знаешь, что делать, перестань защищаться от коллег и размышлять над тем, что они тебе говорят. Доверься Богу. Он будет вести эту битву вместо тебя. Она не будет длиться вечно. Бог сотворит все новое. В одной ситуации Бог уберет каких-то людей из вашей жизни. В другой проведет вас через испытания. Он приготовит трапезу прямо на виду у ваших врагов. Он явит свою славу в вашей жизни. Не ради вашей славы, а ради Его славы. Если верите в это, скажите «Аминь». И вот что я осознал битвы, как времена года. Времена года многое меняют. Битвы тоже многое меняют. Они меняют вас либо к худшему, либо к лучшему. Кто-то из вас выдержал битву, но разочаровался. Вы перестали мечтать, перестали верить в Божью любовь, перестали относиться к людям с детской верой и добротой. Потеряли задор мистера Роджерса и мягкость. В прошлый раз мы говорили о доброте. Кого-то из вас битва вынудила стать подозрительным ко всем и всех бояться. Но Бог говорит, «Пора избавиться от боли, к которой ты так привык». Пришло время, чтобы что-то поменять в твоей жизни. Я стал лучше благодаря битвам, которые я прошел. Но мне нужно продолжать приходить к Господу и говорить, «Бог, я знаю, что не ты начал эту битву, но, пожалуйста, используй ее, чтобы что-то привнести в мое сердце и в мою жизнь». В Екклесиасте 3.1 сказано, «Всему свое время, и время всякое вещи под небом. У каждой битвы свое время. Однажды она закончится». В 4 стихе сказано, «Время плакать и время смеяться». Кто-то из вас долгое время плакал. Я хочу пророчествовать вам сегодня. Вы снова будете смеяться. Кто-то из вас давно не смеялся. У меня было время, когда я плакал и рыдал и переживал. «Тогда же я обвел такие строки. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Все пройдет, и слава Богу, так и случилось. Я снова смеюсь, и кто-то из вас тоже снова будет смеяться. Вам вновь хочется это делать. Вы вновь будете танцевать. Скажите, «Это не навсегда». Поскольку это не навсегда, вам нужна небесная перспектива. Во 2 Коринфянам 4.16 Павел пишет, «Посему мы не унываем. Возможно, мы переживаем болезненные ситуации, ведем битвы в сфере здоровья, семьи, брака или жизни. С другими такого не случится, только со мной. Мои друзья получили в колледже стипендию, а я плачу за все сам. Я хочу выбраться из долгов, но их так много. Не унывайте во время битвы. Если внешний человек отлеет, то внутренний со дня на день одновляется, ибо обведите эти слова «кратковременное легкое страдание». Знаете, что такое суицид? Это бесповоротное решение во время кратковременной битвы. Кто-то из вас принимает бесповоротные решения из-за кратковременных трудностей. Не пускайте руки, если что-то не ладится. Вы все переживете. В конце каждого туннеля есть свет. Эта битва не разрушит ваш брак. Она не положит конец вашим отношениям. Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Возможно, сейчас у вас нет работы, но Бог готовит для вас самую лучшую работу. Ваши лучшие дни впереди. Возможно, вы боретесь с депрессией, но не спускайте крок, не принимайте бесповоротного решения из-за временного чувства. В разгар битвы нам нужно видение веры. Павел пишет, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Да, битва принадлежит Господу, и мы очень рады этому. Да-да-да, Бог это сделает, но завтра вам нужно вступить против врага. Вам нужно сделать шаг к тому, что вы верите. Бог явит себя посреди пустыни. Он явит себя посреди талсы. Он явит себя посреди пустоты. Раз и навсегда. Он Бог силы. Сначала название моей проповеди было другим. Вместо «как я сражаюсь в битвах», стало «как я побеждаю в битвах». Я хочу быть не просто воином, но победителем. Бог сделал нас больше, чем завоевателями. И вот как я побеждаю в битвах. Первое, смирение. Сначала идите к Богу. Самое первое, что сделал Иосифат, пошел уединяться с Богом. Он начал молиться Боже. Главное, что можно сделать в битве, смирить себя перед Господом. Смирение ключ к победе. Смирение ведет к победе. Когда вы смиряетесь под крепкую руку Божью, Он вознесет вас в свое время. Возложите все заботы на Господа. Вы выиграете битву только, если возложите все заботы на Бога. Но вот, что делает большинство из нас. Мы возлагаем заботы так же, как забрасываем удочку. Мы закидываем ее подальше, а затем сматываем обратно. Об этом позабочусь сам. Мы вновь забрасываем удочку. Это тебе Бог. Ох, как же я переживаю. И сматывайте обратно. Мне так страшно. Возьмите эту удочку и закиньте ее в море целиком. Перестаньте держаться за то, что так вас стяготит. Второе, повторяйте, что Бог верен. Как одержать победу? Я не вспоминаю свои победы. Я вспоминаю Божьи победы. Я вспоминаю, что сделал для меня Бог. Повторяйте это в уме и повторяйте это словами. Произнесите это. В этом есть сила. Бог, ты так благ. Давайте сделаем небольшую паузу и православим Бога здесь и сейчас. Спасибо, Иисус. Спасибо, Бог. Ты был верен и в долинах, и во тьме, и в огне ты был рядом. Ты был так благ. Иосифат так и сделал. Он начал вспоминать. Вот как звучит его молитва. Господи Божий, отцов наших, не ты ли Бог на небе? Ты сотворил космос, ты поместил Марс тут, Юпитер там, Нептун там, а землю здесь. Здесь ты разместил лес, там Тихий океан, тут Атлантику, тут Израиль, там Америку. Бог, ты сотворил все это. И то, с чем я столкнулся, это такая мелочь, для тебя это так легко. Ты сотворил солнце, луну и звезды. Ты разделил Красное море для Моисея. В твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли Божий наш изгнал жителей земли сей перед лицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего навек? И они поселились на ней, построили тебе на ней святилище во имя твое. Мы назвали его храм, чтобы в нем обитала твоя слава. Когда приходят трудные времена, мы всегда приходим в твой храм. Мы выстояли, когда никто другой стоять не хотел. Иосафат об этом говорил Богу, ты был благ. Даже в трудные времена, когда мы согрешили, мы возвращались к тебе. Когда мы поклоняемся, когда мы благодарим Бога, когда мы вспоминаем о Божьей верности, только созидает наша уверенность в Боге, Бог радуется, что мы это замечаем. Потому что многие этого не видят. Как родители, я рад, если дети замечают, что я для них сделал. Я так рад, когда они благодарят свою маму, которая много для них делает. Когда вы выражаете Богу свою благодарность, он радуется. Один из десяти прокаженных, который вернулся поблагодарить, получит больше, чем все остальные. Его благодарность изменила атмосферу. Мы радуемся свидетельствам. Когда люди совершают свой прорыв, это чудесно. Но я хочу посмотреть на это иначе, порадоваться за тех, кто по-прежнему в церкви. Встаньте, пожалуйста. Если вы все еще стоите, даже если ваша битва продолжается, вы тоже свидетельство. Я подчеркиваю это. Те, кто сидит на последних рядах и те, кто сидит впереди, вы по-прежнему здесь. Возможно, вас еще не показали на видео, но все впереди, друзья. Вы вдохновляете меня тем, что вы по-прежнему здесь. Вы по-прежнему поклоняетесь, жертвуете, не идете на компромисс и продолжаете стоять. Третье. Слушайте и верьте Слову Господа. Слушайте и верьте Слову Господа. Прославив Господа, Иосафат произнес в конце своей молитвы, «Я не знаю, что делаю, но я смотрю на тебя». Самое лучшее в разгар битвы это смотреть не на свою армию, не на врагов, не на свои способности, не на себя, а на Бога. «Я не знаю, что делать, но я смотрю на тебя. Это вне моих силах. Это вне моего контроля. Господь, я смотрю на тебя». Написано, что все последовали примеру Иосафата. Все мужчины, женщины, дети последовали примеру Иосафата. И тогда сошел Дух Божий. Когда смелый человек стоит, другие тоже полны решимости стоять. В наше время люди идут на компромиссы, поддавшись давлению общества, которое говорит, здесь жертвовать не надо, и это поддерживать не надо. Они радикальные христиане, они верят в полную Библию. Знаете, Бог любит вас. Даниил, Мисах, Иосафат говорили, и я, и дом мой будем служить Господу. И в изобилии, и в нужде, и с друзьями, и в полном одиночестве, несмотря ни на что. Затем он будет говорить к вам. Он говорит прямо сейчас. Внезапно пророк, вдохновленный Духом Божьим, начал говорить, 15 стих, слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь. Скажите кому-нибудь, не бойся. Сейчас церковь пытается атаковать дух разочарования. Дух разочарования на готове, но могу сказать вам так, вы побеждаете. Не позволяйте врагу уговорить вас. Вы побеждаете. Все в порядке. Все лучше, чем вам кажется. Небеса за вас. Вы не проигрываете эту битву. Не принимайте бесповоротных решений в кратковременной битве. Пророк сказал, не бойтесь, друзья мои, не устрашайтесь. Я знаю, что армия врага больше. У них очень много людей, но небесная армия намного больше. Вас поддерживает ваш небесный Отец. Это не ваша война. Это война Бога. Я уже почти закончил послание. Царь сказал народу, поверьте вы это. Вы должны услышать и поверить в это. Может ли ваше сердце принять слово от Бога? Бог сеет семя. Он ищет почву, не истощенную, не каменистую, не тернистую. Он ищет плодородную почву, способную принять в себя пророческое слово от Бога. Мария сказала, да будет мне по Слову Божьему. Захария сказал, «Я не знаю, как это случится, но Мария сказала, это возможно. Для Бога нет никаких преград. Это не конец, это только начало». Иосафат принял слово от Бога. Скажите «принял». Получите слово от Бога. Это его битва. И вот четвертый пункт. Содействуйте Богу своим послушанием. Битву будет вести Бог, но Он ожидает от вас содействия. Смотрите, что сказал пророк Иосафату. Да, битва принадлежит Господу, и мы очень этому рады. Да, да, Бог это сделает. Но завтра вам нужно выступить против врага. Вам нужно сделать шаг к тому, во что вы верите. Вам нужно пойти навстречу этим армиям, которые превосходят вас числом и силой. Вы увидите, как они карабкаются по камням. Когда вы выйдете в пустыню, здесь посреди пустоты, Бог явит себя среди пустыни. Он явит себя посреди талсы. Он явит себя среди пустоты. Вам не нужно будет сражаться в этой битве. Вам нужно будет занять свои позиции. Вам нужно прийти. Вам нужно содействовать Богу. Это чудо, которое активируется действием. Бог будет вести битву, и Он ждет вашего участия. Однажды Петр провел всю ночь в лодке, закидывая сети, но ничего не поймал. Иисус сказал ему, закинь сеть с другой стороны. Петр ответил, мы уже закидывали сети со всех сторон, бесполезно. Иисус сказал, доверься мне. Петр доверился Богу. Содействуйте Богу своим послушанием. Петр послушался и собрал свой самый большой улов. Есть еще одна история. Маленький мальчик с пятью хлебами и двумя рыбками и большая толпа людей. С друзьями надо делиться. Они хотели курицы, они хотели запеченной рыбы, или красного лобстера, или же вкусного хлеба и рыбы. У этого маленького мальчика было то, что нужно было ему самому. Но он понял, если сохранить еду для себя, он лишится полной корзины благословений, которую приготовил для него Бог. В итоге этот мальчик ушел с полной корзиной остатков для всей семьи. Они пошли питаться этим несколько месяцев. Он посодействовал Иисусу. Он сделал это, и толпа была сыта. Есть сила в том, что мы повинуемся Богу, принимаем Его Слово и говорим, Бог, ты ведешь эту битву. Но и я посею семя своего послушания. Вы были вчера в Дрим Центре Талси? 720 человек. Мы кормим их. Я сидел там со своей знакомой Люси. Она живет в приюте в центре города. Люси говорила, спасибо, церковь Победа. Спасибо. Это еще не предел. В третьей главе Малахии сказано, принесите десятины в домохранилище и я буду кормить свой народ. Я умножу ваше семя и восполню ваши нужды. Я открою окна небесные. Когда вы содействуете Богу, Он умножает ваше семя. Теперь мы будем жертвовать Богу. Сейчас по рядам пронесут ящики, и мы будем жертвовать. Это не обязательно. Если вы не верующие, можете этого не делать. Верующие знают это Слово Божье. Если вы Ему верите, сделайте это. Если у вас есть нужда, пусть ваше семя умножится. Если у вас есть нужда, пусть ваше семя умножится. Иосафат принес жертву. Перед тем, как увидел прорыв, он пришел и выступил против врага. Видя в Библии чудо, знайте, что люди что-то сделали, поверив Слову Бога. После этого Бог двигался в их жизни. Бог явил себя. Он сделал еще больше в вашей жизни. Иосафат послушался, принял сказанное ему слово и стал действовать. Ему сказали, тебе не придется сражаться. Пойди и выступи против врага. Если ты выйдешь на поле битвы, Бог явит себя. На следующее утро Иосафат сказал своим людям, мы будем поклоняться Богу, мы выступим против врага. Когда они это сделали, когда они начали петь, Господь возбудил несогласие между армиями врага. Последний пункт поклонения. Ваше главное тайное оружие. Поклонение ваше оружие. Когда мы поклоняемся Богу своими десятинами прошениями, голосами, когда мы начинаем петь, атмосфера меняется. Мое оружие это песня. Мы все сталкиваемся с битвами. Кажется, что им нет конца. Битва, которую вы выиграли в прошлом году, внезапно разоражается и в следующем. Она вновь дает о себе знать. Битвы за вашу семью, за ваши финансы, за отношения с окружающими людьми и с коллегами. Вот что я хочу вам сказать. Мы одерживаем победу в битвах, если приносим их тому, кто хочет вести наши битвы. У Бога есть ответ на каждую вашу проблему. Когда мы пытаемся сражаться в битвах своими силами, своими способностями, пытаемся убедить людей, стараемся сами проложить себе путь, все заканчивается тем, что мы вредим отношениям или себе. Один мой наставник, которому сейчас далеко за 60, сказал мне, если бы я мог вернуть время на 45 лет назад, я бы меньше говорил и больше молился. Я понял, что это важное слово для всех нас. Мы одержим победу в битвах, если не будем сражаться сами, но будем просить у Бога его мира, его стратегии и его мудрости. Сделайте это вместе со мной. Скажите, Господь, мне нужна Твоя помощь, помоги мне выиграть эту битву. Я доверяю Тебе и смиряюсь перед Твоим планом, во имя Иисуса. Аминь. Я молюсь за вас, люблю вас и верю, что вас ждет победа. Аминь.